Автомобиль на самарских улицах Мы детектим знак, а дальше у нас работает классификатор, который говорит о том, что вот этот знак, его нужно учесть. При этом мы все должны делать в реал-тайме, стандартно автомобильную промышленность 140 миллисекунд. Пока беспилотный авто – штучный товар, но вполне могут выйти и на серийное производство. В недалеком будущем такие технологии могут пригодиться при использовании дорожных лабораторий. Самарскую разработку представили на IT-фестивале 404. Передвижная лаборатория измеряет ровность покрытия, интенсивность движения. Результаты измерений передаются в геоинформационную систему. Она позволяет производить оценку состояния дорог. 404-фест возобновлен в Самаре в прошлом году после нескольких лет перерыва при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Когда я вернулся в регион, уже в должности губернатора, создал условия для того, чтобы фестиваль взобновился. Я рад, что все авторы и идейные вдохновители фестиваля откликнулись на мое предложение. Фестиваль вновь проходит широко, масштабно. Масштабно, как никогда. Сюда приезжают люди, потому что здесь интересно. Здесь есть что обсудить. Здесь топовые эксперты в своих направлениях, которые уже выступили. И эта площадка фестиваля, она становится по-настоящему магнитом для молодых, талантливых и не очень молодых, но талантливых и небезразличных людей. Среди спикеров порядка 60 российских и зарубежных специалистов. Лекции и мастер-классы проводят сотрудники Mail.ru, Яндекс.Такси и Майкрософт. У нас в этом году две новые секции. Это Quality Assurance, это контроль качества. И вторая секция управления проектами. То есть мы стали ориентироваться больше не только на разработчиков, дизайнеров, но и на менеджеров. Мы поняли, что для них нам есть что рассказать интересное. Если строить график крутости, интересности и вообще потрясающести фестиваля, он идет вот так. Он просто пробивает потолок. Сложно, на самом деле, каждый год удивлять чем-то еще после уже достаточно высоко поставленной планки. Но организаторам 44 феста удается. То есть, ну, безусловно, каждый год больше посетителей. В этом году еще и площадка больше. Будущее не только IT-сферы в фокусе внимания участников форума. Знаменитый блогер, урбанист Илья Варламов выступает с лекцией о городах будущего. С какими проблемами могут столкнуться мегаполисы и как их решать? Благодаря форуму я, во-первых, познакомился с Самарой и мне очень понравилось. И сейчас я опять вернулся. Город изменился как минимум из-за чемпионата. То есть, появился потрясающе красивый аэропорт. И это здорово. И было сделано какое-то благоустройство. Сам факт того, что как-то вы смогли проапгрейдить инфраструктуру, появились деньги. И все-таки какой-то рывок был. Это здорово. На фестивале участники могут не просто послушать известных спикеров и обсудить новейшие разработки, но и найти единомышленников, чтобы создать и реализовать в дальнейшем новый проект. Специалист по связям с общественностью Андрей Большаков мечтал оказаться на фестивале. И попасть сюда ему удалось благодаря викторине, которую проводил телеканал «Самара ГИС». Я благодарен телеканалу, я благодарен устроителям IT-фестиваля. На подобные мероприятия, именно посвященные IT-тусовке, я нахожусь впервые. И надеюсь, что для меня будет очень много интересного. В этом году форум собрал рекордное количество участников. Более полутора тысяч человек со всех регионов страны. И это не предел, уверены организаторы. Потенциал у Самарского фестиваля большой. И, возможно, в следующем году будет новый рекорд посещаемости. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Лариса Шлафаст, Константин Головин.